МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Наша лекция называется «Как правильно защищать права взрослых». Я приглашаю на сцену уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Савью Харисовну Сабурскую. Доброе утро, уважаемые студенты! Доброе утро, ребята! Действительно, я хотела бы сначала поприветствовать всех. Мне очень приятно, что меня сегодня пригласили к вам. Это очень ответственно, тем более, что вы действительно очень много знаете, и я, честно говоря, несколько даже побаиваюсь ваших вопросов. Уполномоченный по правам человека – это государственный правозащитный институт, который стоит и соблюдает над тем, как государство выполняет свои обязанности по защите прав человека и гражданина. А эти права определены Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстана. И вот как государство выполняет данные права, вот как раз мы и контролируем, и защищаем. Сария Харисовна, а кто может обратиться к вам? Это есть определенный перечень лиц, которые могут обратиться, или любой, кто проживает в нашей республике? – Конечно же, все, кто живет в нашей республике, и даже кто приезжает к нам в гости или на работу, любой гражданин нашей республики, нашей страны может обратиться ко мне как к уполномоченным по правам человека. – И даже студенты детской университеты. – Безусловно, и даже студенты, и ваши родители. И если вдруг окажется, что это гость, которому нужна помощь, и я в силу своего закона, возможно, не смогу ему помочь здесь, у нас, в республике, то я могу обратиться к своим коллегам, уполномоченным по правам человека того региона, откуда гость приехал. Потому что мы очень тесно сотрудничаем, взаимодействуем, и всегда помогаем друг другу для того, чтобы защитить права и интересы наших граждан. – Спасибо. Так, пожалуйста, вот где у нас микрофон? – Хотела добавить то, что недавно, 12 декабря, был день Конституции Российской Федерации, и у меня такой вопрос. А есть какие-то определенные Конституции, которые идут международные, то есть она действует для всех народов, определенные права и обязанности? – Ой, замечательный вопрос, замечательный. А вот перед Конституцией, перед днем Конституции Российской Федерации, 10 декабря был Международный день прав человека. И этот день был определен 10 декабря 1948 года, когда была принята всеобщая декларация прав человека и гражданина. И этот документ действительно является международным, который сегодня определяет права для всех граждан нашей земного шара. И те государства, которые принимают его, то в своих Конституциях, основных законах, своих стран определяет те права, которые записаны в этом международном документе. А ты знаешь, вот этот документ начинается с таких слов, что каждый рождается равным и свободным в своих достоинствах и правах. – Спасибо большое. – Спасибо за вопрос. – А теперь мы проэкзаменуем, так сказать, спросим наших студентов детского университета. И у Сырии Харисовны есть такой перечень вопросов. Она может уже начинать. – Да, и я вот как раз… Замечательный вопрос был задан, да. А я вот хотела спросить, ребята, знаете ли вы, а вообще когда, в какое время и кто является родоначальником прав человека в мире? Родоначальником амбудсмана. Потому что, другими словами, уполномоченный по правам человека обычно так называется уполномоченная Российская Федерация. А в европейских, зарубежных странах их называют амбудсмен или амбудсман. Так вот, кто мне ответит? Где является родиной амбудсмана? – Мне кажется, что это была Англия. – Спасибо большое. Не совсем верно. Еще кто может сказать? – Пожалуйста. – Вот там есть… – Европа. – Европа. – Какая страна мира? – Страна мира. – В Европе Европа большая. – Вот тянут руку, пожалуйста, микрофон, подойдите, пожалуйста. – В Европе очень много государств, очень много стран. – Так, а вот можно вперед подняться. – Можно подбежать вперед, тут микрофон есть. – Уже с самих давних времен уже были какие-то определенные права и законы человек. Так что точно, кто мог придумать конституцию, ответ я пока что не могу дать. Но примерно представляю, что это может быть как раз какие-то страны Европы именно ближе к Париже, может быть, или Великобританские острова, или в других местах. – Молодец, хорошо. – Хорошо, что ты хорошо так рассуждаешь. – Мне кажется, что родина амбусманов – это, наверное, Франция. – Спасибо большое. Очень приятно, что каждый из вас начинает отвечать на вопросы. Но, ребята, я должна сказать, что родины амбусманов, или там, где зародилось это движение, – это Швеция в XVIII веке 1809 год. – И вы знаете, как это случилось? – Что вот сами люди стали избирать между собой человека, который должен был собирать подать или деньги с тех преступников, которые совершили убийство. – Позднее король Швеции, увидев, как этот человек работает активно, он начал назначать уже такого человека из народа, который следил за работой чиновников. – Уже в это время были чиновники. – И позднее, вот в 1809 году, парламент Швеции стал назначать человека, который следил за исполнением прав шведов именно государства шведского. И в переводе со шведского «амбусман» означает «поверенный» или «доверенное лицо». А следующий институт амбусмана появился в Финляндии чуть позже. А вот после 1948 года институт уполномоченного уже стал появляться в европейских странах, вот правильно вы, ребята, сказали, более 100 странах мира, Европы, Азии есть сегодня институт уполномоченного по правам человека. А в Российской Федерации во всех наших субъектах, а их 85, сегодня есть институт уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченный по правам предпринимателей. И даже больше я скажу, что в высших учебных заведениях есть уполномоченный по правам студентов. Сергей Харисовна, вот у нас такой был вопрос, где написано о том, какие у меня и у моих родителей есть права. Кто знает ответ на этот вопрос? Да, очень интересный вопрос. Пожалуйста. Побыстрее. В Конституции. Отлично. Очень хорошо, правильно. В Конституции, совершенно верно. И еще вот добавить хочет молодой человек. Или в законе, или в Конституции, наверное. В Конституции. Конечно же, Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан. А продолжает, вот именно развивает те права человека, которые записаны в нашей Конституции, конечно же, это законодательная база, где прописывается уже право на образование, закон об образовании. Вот, вы знаете, вообще глубоко символично, что в этом зале мы проводим. Вы знаете, ребята, что каждый год в октябре месяце здесь, в Униксе, тоже открывается учебный год для студентов. А каких студентов? Вот кроме студентов, значит, которые заканчивают школу. Вот еще ваши бабушки и дедушки тоже ходят в университет. И здесь именно у нас есть такая общественная организация, Союз пенсионеров называется. И каждый год в Унисе, но только в большом зале, открывается учебный год для бабушек и дедушек. И называется этот университет университет третьего возраста. И поэтому вот право на образование в нашей стране даны всем. И детям, и молодежи, и пожилым гражданам. Сырья Харисовна, вот такой мы с вами сформулируем еще один вопрос. Когда у меня и моих родителей возникают права, и на что мы имеем права? Кто знает ответ на этот вопрос? Права возникают у человека с самого детства, и он всю жизнь имеет определенные права и обязанности. Самое первое право для человека – это право на жизнь, здоровье, образование, медицину и многое-многое другое. Кто добавит? Молодец. Молодец. Здравствуйте. Я хочу рассказать о правах ребенка, с которых начинается наша жизнь. Это право на медицину, на бесплатное образование, еще на отдых, на имя, на гражданство. Молодец. Молодец. Умница. Действительно, у нас права начинаются с самого рождения. И я уже назвала, да, каждый рождается свободным, равным и свободным в своих достоинствах и правах. И поэтому с самого рождения человек уже имеет право на жизнь, и дальше вы перечислили эти права. И для детей, конечно же, прежде всего, это очень интересный документ по правам человека. И вот юная наша студентка только что сказала, право на имя, право на семью, право на здоровье, на образование. Все эти права, конечно же, также определены международными документами. Сергей Харрисович, ну вот все имеют права с рождения, как у нас сказано в нашей Конституции. А вот в полном объеме своей права и обязанности наш гражданин получает с 18 лет. Совершенно верно. Не указал у нас никто из студентов детского университета. Вот надо иметь это в виду, да. Можете, пожалуйста, назвать определенные права, которые будут действовать у человека с 14 именно лет, когда человек получает паспорт и, можно сказать, неполное гражданство? Замечательный вопрос, неполное гражданство. Нет уж, дружок, если ты уже получишь паспорт, то уже ты становишься полноценным гражданином нашей страны, которая будет иметь право даже уже на труд. Потому что из 14 лет ты сможешь начать трудиться, если захочешь, в каникулы где-то трудоустроиться. А все остальные права уже в полном цене. Я думаю, в 14 лет ты не захочешь жениться, да? Все остальные права, конечно же. С 18 лет, да. Еще один вопрос. Чтобы мне иметь права, мне кто-то должен дать на это согласие? Кто знает? А вот, пожалуйста. Мне кажется, что, конечно, никто не должен дать согласие. Ведь когда мы рождаемся, как сказано, в Конституции, мы уже просто получаем их. Нам никто не должен давать на них согласие, мы их уже имеем. Отлично. Совершенно верно. Еще? Еще есть какие-то нюансы в этом вопросе? Да, пожалуйста. Мне кажется, нет. Из-за того, что уже как мы рождаемся, как уже было сказано, мы сразу получаем права. А лишить кто-то может гражданские права? Да. Угу. А как вот, если вдруг лишают каких-либо прав? Можно ли вообще лишить? Да. Или есть ли такая возможность, пожалуйста? Ну да, лишить можно. Если человек совершил преступление, то его сажают в тюрьму, и он лишается многих прав. По решению суда. Молодец. Умница. Именно так. Именно по решению суда только можно лишить какого-либо права. Представляйте. Вот я хотела сказать, что есть не только права на больничные и всякие дела. Там есть еще права, чтобы водить машину, на права, чтобы ездить на транспорте. Молодец. Молодец. Хорошо. Если у меня и моих родителей есть права, то у кого есть обязанности? У меня или у других людей? Обязанности и полное несение за них ответственности за свои подступки начинается с 14 лет, когда ребенок становится полностью гражданином Российской Федерации. А до этого дети не должны слушаться родителей? Дети обязаны слушаться родителей, но за все это несут ответственность родители. А вот если права у вас какие-то есть, много прав вы перечислили, да? Они есть у детей с рождения, есть у взрослых. А кто же обязан это делать? Эти права, как сказать, защищать эти права, реализовывать? Или они сами по себе как-то падают с неба? Кто знает ответ на этот вопрос? У человека есть разные обязанности. И если человека в чем-то обвиняют, но он думает, что он не поинет. Есть такая вещь, как адвокат. Есть вещи, которые выдаются людям льготно, то есть бесплатно. А кто выдаёт? Это выдаёт всегда государство именно. Потому что именно государство... Ближе уже мы подходим. Вот и правила, и конституцию. Спасибо. Вот ещё есть ответ у нас. Вот туда отвечай, Сария Харисовна. Ну да, вообще обычно даёт государство. Молодец. Когда тебе делают паспорт, и за это всё относятся родители. Они тебя защищают, и они это делают. Спасибо. Спасибо большое. Так вот, ребята, кто же обязан? Вот права прописаны в очень важном, главном документе нашей страны, конституции. А как мы должны получить права? Кто их должен нам предоставить? Кто это должен нам организовать? Конечно же, государство. Государство. Вы должны учиться. Для этого государство, вот в частности в нашей республике, ежегодно утверждается бюджет нашей республики. Это средство, которое закладывается для того, чтобы построить школу, купить учебники, заплатить заработную плату учителям, построить, отремонтировать наши больницы, поликлиники, если вдруг кто-то заболел. И организовать учебу для того, чтобы как можно больше было хороших квалифицированных специалистов, врачей и так далее. То есть государство предоставляет возможность, чтобы ваши права сегодня реализовывались в полном объеме. Поэтому вот эта обязанность, конечно же, у государства. Спасибо. Вот такой еще вопрос. Если нарушаются права моих родителей, что им и мне делать? Я хочу им помочь. Куда им надо обратиться? Могу ли я защитить их? Конечно. Чаще всего надо, скорее всего, мне кажется, обращаться именно в полицию, потому что полиция как раз-таки несет ответственность за права и обязанности человека. Если человек лишается каких-то прав, просто так, такое вполне невозможно. И если человек нарушается какой-то определенный закон Российской Федерации, человек как раз-таки лишает определенных прав, может быть, на определенные... Спасибо. Еще. Молодец. Они должны обратиться в следственные органы на прием граждан. Там их примут, все им объяснят. И если нужна им помощь, то уже органы обратятся к государству. Так. Спасибо. Только в полицию, в следственные органы. Нет, вот еще, девушка. Можно обратиться в суд, но не обязательно прям откладывать на потом. Понятно, родители. Потому что сейчас, если ты сделаешь потом, то у тебя могут даже вещи отобрать, у тебя могут дом отобрать. Это гражданское судопроизводство, да? Молодец. Умница. Мне еще кажется, к вам как к полномочиям. Молодец. Молодец. Спасибо. Отлично. Отлично. Да, очень хорошо. Действительно, если у ваших родителей нарушаются права, например, пришла мама или пришел папа с работы и говорит, мне сегодня не заплатили заработную плату. На что мы будем жить? Или меня уволили и сократили незаконно? Вот для этого, во-первых, есть очень важный тоже институт, государственная трудовая инспекция. Сразу же можно позвонить, сообщить. А если не дошли или не знают, в какой орган, то, пожалуйста, любой из вас может обратиться ко мне, к уполномоченным по правам человека. И эти вопросы, конечно же, мы берем в работу и вместе с надзорными органами, если нужно, я их могу привлечь, имею право, прийти на предприятие, где работают ваши родители, посмотреть, изучить, почему не выплачена заработная плата, почему его уволили и сократили незаконно, при этом, если родители ваши не хотели увольняться. Или же, например, не принял врач, или не приехала скорая помощь, то, безусловно, вы всегда можете обратиться ко мне, к уполномоченным по правам человека. А вот буквально 12 числа, как уже сегодня было сказано, у нас в России уже который год проходит Всероссийский день приема. Когда двери всех организаций, начинают прокуратуры, заканчивая министерствами, ведомствами, сельскими советами, сельскими поселениями, открыты для того, чтобы граждане могли прийти со своей проблемой, со своей бедой, обратиться и сразу же на месте решить тот вопрос, который сегодня волнует гражданина. Конечно же, я как уполномоченная приняла в этот день около 13 человек, а вот во вторник я выезжаю, например, в Набережные Челны, и мы вместе с заместителем министра внутренних дел будем принимать граждан города Набережные Челны. И ко нам на прием уже сегодня заявилось 35 человек. То есть вот люди независимо от того, какого возраста, какой национальности, кто они, пожилые, работающие или просто молодые люди могут прийти со своими вопросами для того, чтобы разрешить проблему. Спасибо. Но также можно обратиться и в прокуратуру. Конечно. И также в Конституции Российской Федерации сказано, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, незапрещенными законом. Совершенно верно. Все, что не запрещено, можно защищать. У нас есть еще масса вопросов, поэтому мы должны очень быстро на них ответить. Можно ли в больнице без моего согласия меня или моих родителей лечить? Кто знает? Скорее всего, мне кажется, нет, потому что без согласия человека на определенную операцию или что-то в этом роде уже нельзя. То есть, например, приливание крови, ведомство. Ясно, спасибо. Другой вопрос. Может ли полицейский меня задержать? Если да, что мне делать? Как об этом смогут узнать мои родители? Можно. Могут задержать или не могут. А до суда, до судебного решения лицо может быть задержано на период до скольки часов? Кто знает? Я хотела ответить, что в 14 даже, например, лет можно задержать ребенка и его, допустим, допросить только с присутствием классного руководителя и одного из представителей, там, опекуна или родителя. И максимум может, по-моему, продлить этот допрос 30 минут. Спасибо. Молодец. Еще один вопрос. У нашей семьи могут быть тайны, если могут, то как их защитить? Может ли кто-то порочить имя нашей семьи и моих родителей безнаказанно? И что делать в таком случае? Это незаконно, они не могут так делать. Потому что есть право на неприкосновенность. Есть право на неприкосновенность жизни, да? И никто не имеет права вмешиваться. Если вмешались, то нужно обратиться, опять-таки, к следственным органам или органам власти. Спасибо. Другой вопрос. Если кто-то незнакомый позвонил в дверь нашей квартиры, что мне делать? Что делать моим родителям? Мне кажется, просто надо отвечать человеку. Если ты должен выйти и спросить, во-первых, кто это хочет... Выйти за дверь или к двери подойти? Нет, имеется в виду, чаще всего у людей стоят же две двери. Если одна, то хотя бы спросить, кто там. То есть имеется в виду, может быть, это родители даже забыли ключи такое тоже, может быть, возможно. А хотя, может быть, это какие-то плохие люди или даже мошенники. И тогда что, если ты понял, что это плохие люди? Если это такие люди, то ты начинаешь звонить в полицию, и тебя обязаны выслушать. Ты можешь позвонить и вызвать полицию на это место. И обязательно сделать вид, что ты не один в квартире, да? А что у тебя рядом бабушка или мама, и что они дома. Ну, может быть, просто отдыхают. Можно просто включить, например, телевизор. Да. И тот, который семейный сериал показывает, как будто бы есть там. Молодец. Либо позвонить родителям. Только разговаривай с ним потише. Ну, чтобы он не услышал как бы. Спасибо. Так, еще? Еще. Можно ответить? Да, пожалуйста. Я думаю, то, что если человек просто стучится, и ты говоришь то, что... И ты ему не отвечаешь, и он уходит, то тогда ничего не будет. Но если он начнет... Ломиться в дверь, да? К тебе ломиться и говорить, откройте, то уже надо обратиться в полицию или сказать то, что дома есть взрослые. Правильно. То есть лучше вообще не открывать дверь, а если начинает ломиться... Дверь, конечно, ни в коем случае не надо открывать. И не подходить и не спрашивать. И еще вот, пожалуйста, юная студентка. Мне кажется, самое главное, не надо поликовать. Молодец. Молодец. Умница. Еще что? Я думаю, то, что вообще не надо открывать двери, если... Ни в коем случае, да. А если же замок уже будет, ну, что-то слышим, то что он взламывается, тогда надо сразу в полицию звонить и родителям. Конечно, умница. Вообще, ребята, есть горячие линии, которые работают круглосуточно. Это телефон Министерства чрезвычайных ситуаций. Номер 112. Вы запомните, пожалуйста, этот номер. Если что-то случилось у вас в доме, или кто-то ломится к вам в квартиру, или что-то необходимо, вы знаете, что соседи у вас, там бабушка вдруг осталась со дна, или закрылась дверь и вы не можете открыть, немедленно сообщайте на телефон 112, где тут же, сразу же приедет к вам помощь, поддержка той службы, которая необходима в данный момент. Спасибо. Ещё один вопрос. Имею ли я и мои родители право на отдых? Говорят родители иногда, я хочу отдыхать. Я так устал, я хочу отдыхать. Имеют ли они право на отдых? Я считаю, что да, они имеют. Конечно. Они трудятся, и у них должен быть отдых. Совершенно верно. Есть вот такой у нас трудовой кодекс, где как раз прописано право на отдых ваших родителей. которые имеют право во время работы в течение года взять отпуск, а семьи, где есть дети несовершеннолетние, дополнительно ещё в течение месяца могут взять дни отдыха для того, чтобы с вами заниматься. Или пойти в школу, пойти в театр и так далее. Вот это вы должны знать. Спасибо. Такой ещё вопрос. А вот девушка у нас. Они имеют право на отдых, но не просто взял и уехал. Для этого обязательно должны быть билеты, а должны проверить права. Там должны всё проверить. И самое главное, проверить твой чемодан, чтобы там не было оружия. Но самое главное, даже не эта, дорогая моя, а самое главное, чтобы на работе мама написала заявление или папа, и должен быть приказ о том, что Иванова Мария Степановна идёт в отпуск с такого-то числа по такое-то число на две недели, на месяц может она взять. Такое право есть. А есть ещё дополнительные отпуска. Это связано с профессией, соответствующей профессией ваших родителей. Такие дополнительные отпуска длительные имеют учителя, врачи. Поэтому вот это имейте в виду. Ещё буквально 3-4 вопроса. Такой вопрос. Обязаны ли мои родители работать в празднике? Ага. Очень интересный вопрос. Мне кажется, не обязаны, потому что праздники там, их же мало по сравнению с рабочими днями. Хорошо. А есть ли исключения? Да. Ну вот необходимо, например, пожарная служба. Он же загорелся дом. Новогодние праздники, а дом горит. И что? Нет, она не должна отдыхать, она как раз-таки должна патрулировать. Или скорая медицинская помощь, да, необходимая. И в любое время суток. Это же тоже особенности, да? Да. Правильно? То есть есть организации, есть профессии, которые работают независимо от того, праздничный этот день или это будни. Но в связи с этим особенности оплаты труда тогда происходят. Потому что в праздничные дни двойная оплата труда, то есть заработная плата начисляется. А если, например, на других предприятиях только согласие работника, и должен быть обязательно приказ на предприятие о том, что он приглашается на работу в праздничные дни. Если мои родители взяли в банке кредит, могут ли нас лишить квартиры, если мы не отдадим его? Очень. Вопрос серьезный. Пожалуйста, подходите быстрее. Я думаю, что могут лишить и могут заявить в полицию. А кто может лишить его жилья? Кто? Банк? Или как? Можно сказать? Пожалуйста, кто у нас еще? По прошлому вопросу. Да. Есть праздники. Допустим, кто-то работает в российской компании. Не компания. Есть люди, которые отдыхают только по праздникам всероссийским. Национальные есть праздники, да, вы хотите сказать? По тарстанским они не отдыхают. Допустим, мой папа. Он привязан именно к России, к президенту России. То есть он не отдыхает по республиканским праздникам. А вот все-таки единственное жилье может лишить кто-то? Единственное жилье. Единственное жилье может ли быть лишен гражданин единственного жилья? Мне кажется, что иногда, может быть, если уже долго тянешь. Вот знаете, давайте я вам немножко эту тему, наверное, раскрою. Вы знаете, ребята, действительно ко мне обращаются такие граждане, которые взяли кредит в банке на приобретение жилья. И они, конечно же, подписывают договор о том, что каждый месяц они будут выплачивать определенную сумму. Но случилась беда в семье. Человек остался без работы, обанкротилось предприятие. Или серьезно заболел и стал инвалидом. Или еще хуже, кто-то член семьи вдруг скончался. И семья остается без определенных средств, которые позволяло бы ему оплачивать вот это жилье, эту квартиру. Если вовремя обратиться в банк, то, конечно же, написать заявление, то банк рассматривает такие обращения, и мы тоже выходили с такими обращениями. Идет реструктуризация долга постепенно. Но, к сожалению, некоторые затягивают решение этого вопроса. И тогда банк действительно может выйти в суд с заявлением, с иском о лишении данной семьи, как не выполнивший договор, обязательство оплаты кредита, лишение этого жилья. И, к сожалению, есть случаи, и уже такая практика судебная есть, лишает права на данную квартиру, на данное жилье. Сергей Харисович, мы завершаем публичную часть. Потом наши студенты могут к вам подойти и дополнительные вопросы задать. Вот такой есть вопрос. Он задавался Ирине Атласовне Ратниковой. И вам такой же вопрос. Сколько денег нужно иметь, чтобы иметь право стать президентом? Вот такой у нас был вопрос от студента детского университета в прошлый раз. Так, ты знаешь, сколько надо денег иметь, чтобы стать президентом? А потом Сергей Харисович скажет. Так, есть ответы на этот вопрос? Пожалуйста, подходите, быстренько отвечайте, оперативно. Я думаю, что вообще не нужны деньги, чтобы стать президентом, потому что народ сам должен выбрать президента. Это так, Сергей Харисович? На выборах. Конечно, конечно, четко прописано, кто может и как должен стать президентом. Для этой средств, конечно, никаких денежных не нужно. И вот такой еще вопрос. А опасна ли должность уполномоченного по правам человека? Вообще, это вот опасно быть уполномоченным по правам человека или нет? Но вот, знаете ли... Бывают случаи вообще такого покушения на уполномоченных? Вообще, вот я ведь работаю не только у себя в офисе. Я часто бываю в специальных заведениях, как колонии, в тюрьмах, в следственных изоляторах. Вот завтра я поеду в армию. В Вешкарле наша часть, где более ста наших ребят, призывников служат. Ко мне приходят, конечно же, и люди разные, и с определенными заболеваниями, и специализированных больниц, и психологического службы. По-разному бывает. Но покушения не было никогда. Это наверняка все-таки зависит от того, как ты разговариваешь с людьми. Твое желание помочь искренне. И поэтому, конечно же, наверное, какие-то определенные сложности бывают. Но в целом, если ты искренне по отношению к человеку, который к тебе пришел, то это не опасно. Спасибо большое, Сергей Харисовна. Мы завершаем и обобщаем. Спасибо вам огромное, ребята. Вы очень интересные люди. Очень много знаете, действительно. Я поражена. У меня тоже внук, ему 10 лет. И я приду дома, и им буду рассказывать, какие вы активны, какие вы интересны, и как много вы знаете. Спасибо, родители уважаемые. Потому что это благодаря вам, ваши дети, здесь. Спасибо. Я желаю всем удачи и успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...